Ну не сдержался, надо сделать видео, просто уже невозможно все это держать себе. Пять минут назад включаю мобильный телефон и получаю смс-ку от родственника, это брат парня, которому мы помогли подать на убежище несколько дней назад. Это была не Тихуана, это был другой город в штате Калифорния. Он подал, он же находится сейчас в данный момент в иммиграционном лагере. И вот мне что пишет его брат. Илья, тут такая проблема, наш поручитель отказывается помогать моему брату. Прекрасно, замечательно. То есть фактически парня оставили без поручителя. До этого аналогичный случай, но тогда оставалось 50 метров до границы, это была Тихуана. То же самое. Тогда мы смогли отыграть назад, тогда мы смогли найти новых ребят. Да, это заняло там две недели, парень долго искал, но тем не менее он нашел и пошел, обеспеченный поручителями. Здесь же человек уже в лагере и его фактически откровенная подстава. До этого были случаи, когда человек даже вернулся в Москву. То есть он был в иммиграционном лагере, не смог ни с кем связаться, не смог ничем себе помочь. Когда у вас нет поручителя, нет возможности не залог нести, нет возможности не выйти под статус пароля, нет возможности, если вы английский не знаете, заполнить 589-ю форму на суд. То есть парень тогда принял решение вернуться обратно на родину, попросить статус, это называется волонтари, когда вы попросите, чтобы вас вернули обратно домой. Тогда у вас будет как депорт на 5 лет, без права въезда в США 5 лет. То есть вы отзываете свой кейс. Такое я тоже видел. И что самое интересное, это все представители одной страны. Это Таджикистан. То есть вот эти подставы, вот эти вот отказы, вот этот вот страх. Когда парень, когда ему обещают, все там мы тебе поможем, все-все, когда уже он оказывается, вот он рубеж, автоматически идет отказ. Ребята, что я хочу этим видео сказать. Если у вас нет поручителей, либо вы не уверены в своих поручителях, либо они ненадежны, вам не стоит пользоваться тихуаной. В конце января, в феврале уже вступило это постановление в законную силу, отменили поправку Родригеса. Поправка Родригеса предусматривала срок пребывания в эмиграционном лагере максимально не более 6 месяцев. Вы могли попасть в лагерь, максимум сидеть 6 месяцев и дальше вас обязаны были отпустить. Сейчас вас могут держать очень-очень долго. И я так думаю, что граждане Таджикистана, наверное, старожилы в этих эмиграционных дотационных центрах, потому что я думаю, что мы не первые и не мы последние. То есть, если у вас есть поручитель, если у вас есть друзья в США, они могут быть активные, они могут быть пассивные, но у вас должен быть кто-то, чтобы вам помогать. Потому что когда вы оказываетесь на территории лагеря, ребята, я сам лично, я всегда вот об этом говорю и еще раз говорю, ребята, я был в лагере сам лично в мае месяца 2017 года. Это был штат Калифорния, это был Ричмонд. Мой лагерь назывался Contra Costa County Fatilities. Там я отсидел чуть больше трех недель и получил просто ценный опыт. Когда я звонил своим друзьям, там есть телефоны, с которых можно звонить за счет тех, кто живет в США. То есть, я им звоню, и они получали такой звонок. Здравствуйте, вам звонят из лагеря такого-то. Звонок будет за ваш счет. Готовы вы оплатить? Кто звонит, непонятно. Зачем звонить, непонятно. Естественно, друзья скидывали, и я не смог ни с кем пообщаться. Я обзвонил примерно 25 человек. И никто так и не взял трубку. И я оказался тогда отрезан полностью от внешнего мира. И тогда я сумел, мне там помогли ребята из Мексики выйти там, сообщить и так далее. Если вы оказались в такой трудной ситуации, я думаю, что маловероятно, что вы сможете повторить мой опыт. То есть, вы отрезаны от мира. Что обычно происходит? Человек сидит, прошел два интервью, у него суд. Он оказался на суде без 589 формы, это там 6 листов. Потому что там нужно заполнять на английском, и там же в этой форме нужно расписывать основания для подачи на убежище. То есть, человек эту форму сам заполнить не смог. Он подумал, голову почесал и решил, наверное, я откажусь. Пишет даже на русском языке, прошу меня там, я поменял свое решение, прошу меня отправить домой. Его отправляют домой. Не дождавшись суда, человек уезжает домой. На что это рассчитано? Вот как раз на это рассчитано, что когда человек оказался в лагере, и у него никого нет, создаются все условия, чтобы он отказался и уехал домой. Либо нужно заручаться адвокатами, которые будут вам помогать. Опять же, ребята, адвокат должен быть именно в том месте, куда вас привезут. То есть, если, допустим, вас арестовали в Калифорнии, отвезли в эмиграционный лагерь, допустим, в Нью-Йорк, у вас адвокат должен быть из Нью-Йорка. Как раз вот для этого и нужен поручитель. Поручителю можно помочь с бесплатными адвокатами. Есть масса правозащитных организаций. Поручителю может пойти ножками и взять адвоката. Либо делать то, что мы ему говорим, и не нужно брать адвоката. Обычно мы взаимодействуем с поручителями на всех этапах. Даже вот сегодня мы заполняем парню 589-ю форму и отправляем отсканированном виде поручителю. Поручитель переправляет дальше. Мы отправляем кейс, мы отправляем доказательства поручителю. Поручитель взаимодействует, нам каждый раз звонит, говорит, что нам передают. Даже парень мне написал целую записку из эмиграционного лагеря, собственноручно, рукой. И я ее получил, то есть через поручителя. И там все полностью. Скинул мне протокол допроса, первичное интервью. Я тоже ознакомился. То есть, в принципе, когда поручители активны, ну, это очень сокращает срок пребывания в лагере. Когда поручителей нет, либо они там пассивные, это все. Считайте, что вы будете сидеть до упора, там, до седых волос. Ребята, не делайте ошибок. Если у вас никого в США нет, я вам рекомендую пользоваться какими-то другими вариантами. Не лезть в Тихуану, потому что без поручителя сейчас, ну, делать там нечего. Единственное, что мы можем вам предложить в ближайшее время, мы создаем в Калифорнию организацию. Это будет правозащитная организация с определенным уставным капиталом. И мы готовы даже заплатить за это. У нас в учредителе будут американцы, наши партнеры, которые смогут выступать поручителями для того, чтобы помогать людям, нашим товарищам, да, которым мы помогаем переехать, выходить либо там под залог, либо под статус пароля. Да, такое у нас есть. Мы сейчас изучаем нормативно-правовую базу. Мы сейчас узнаем, каким образом мы будем это делать. Американцы на той стороне уже заинтересованы, чтобы нам конкретно в этом поучаствовать. Да, потому что действительно это нужно делать. Но пора не думайте о своих поручителях. Если у вас такие есть, я могу с ними пообщаться. Я им смогу объяснить, что от них потребуется. Дать им ценные указания, ввести их в курс дела. Если они боятся, я могу их успокоить, потому что люди боятся чего? Люди боятся незнания. То есть многие поручители думают, а сейчас там у нас... Ребята, здесь поручительство ограниченное. Вы не путайте. Есть поручительство полное, когда вы подаете на статус беженца из-за рубежа через общественные организации. А есть частичное поручительство, когда вы не несете ответственность фактически никакого. Но об этом мы обычно все рассказываем, показываем. И люди после общения со мной перестают бояться и спокойно готовы помочь своим друзьям. Итак, ребят, не делайте чужих ошибок. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в эмиграции. И холодную голову, полный расчет, чтобы вы понимали полностью, что у вас должно быть 100% необходимой информации для эмиграции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!